Что сейчас происходит в регионе, узнаем вместе. В студии Дарья Павленко. Здравствуйте. И вот о чем расскажем с коллегами. Двойной праздник для юных воспитанников Северодвинского дома ребенка. Чем ознаменовался этот год для учреждения? Новейшие мастерские по двум важнейшим профилям появились в учебных заведениях Няндамы. Что ожидает студентов? Серьезные, шутливые, старинные и современные. Народный фольклор исполняли всем Каргополям. Всесторонняя помощь самым маленьким северянам. Северодвинский дом ребенка принимает подарки в честь одного из главных праздников в календаре. Дня ребенка. Николай Цыпы расскажет подробнее. Мы матрешки, а вот такие крошки. День ребенка в Северодвинском доме ребенка один из главных праздников. Воспитанники – дети до 4 лет. В основном из неблагополучных семей. Здесь им оказывают полноценную медицинскую, психологическую и педагогическую помощь. У нас за год проходит в среднем где-то 125 человек. Но вот на сегодняшний день уже 115 малышей побывали в стенах дома ребенка. На сегодняшний день это 58 малышей. Спасибо! С подарками на праздник приехал министр здравоохранения. Дети выбрали игрушки по душе. В этом году Северодвинскому дому ребенка исполняется уже 73 года. А еще 20 лет назад реабилитация была чем-то незнакомым. Но сегодня здесь есть все необходимое. У нас стопотерапия. Исправляем. Затем укрепляем мышцы спины, рук, ног. Всего туловища. А это кабинет дефектолога. Здесь проводят индивидуальные занятия. Коррекционно-развивающие занятия проводим. И формируем у детей такие психические процессы, как внимание, память, мышление, также развитие речи, безусловно. Кроме этого, здесь есть бассейн, детская сауна, различные массажные аппараты. В пищеблоке недавно обновили оборудование. Все потому, что финансирование на должном уровне, отмечает главврач. Сегодня все учреждения здравоохранения на особом контроле у министерства. В том числе и областная детская клиническая больница, и другие подразделения, которые занимаются оказанием помощи детям. Это касается и оборудования, которое приобретается, это касается новых строительств. Мы знаем сами, что строится новый лечебно-диагностический комплекс для областной клинической больницы. Выполняется капитальный ремонт инфекционной больницы детской. Все это поможет сохранять здоровье детей с малых лет и на долгие годы. Николай Цыпь, Юлия Куницкас, Регион 29. Нас ждут. По данному проекту у нас будут обучаться все студенты медицинского отделения, также и другие студенты будут приходить, будут получать профессиональные навыки и будут проводиться также курсы повышения квалификации, аккредитация, возможно, в дальнейшем. Создание современной инфраструктуры поможет и в профориентации школьников. Из федерального и областного бюджетов было выделено почти 10 миллионов рублей на создание новых мастерских и закупку новейшего оборудования. Я очень счастлива, что у нас в колледже появилась такая мастерская, так как при подготовке в конкурсах нам не хватало дополнительного оборудования. И я считаю, что в будущем это очень нам упростит жизнь в подготовке, и мы будем увереннее себя чувствовать на площадках. На сегодня преобразились почти 40 мастерских в 11 средних профессиональных организаций региона. Современные пространства по нацпроекту, среди прочих, появились в Северном техникуме транспорта и технологии Архангельска, Кодловском электромеханическом и Коряжемском индустриальном техникумах. Ангелина Парфенова, Наталья Перцева, Регион 29. Хоровод «Чистушек звонких» прозвучал в старинном городе Каргополе. Фестиваль прошел в рамках проекта «Чистушки северного края» и посвящен 125-летию со дня рождения известной собирательницы фольклора Марии Васильевны Хвалынской. В ее коллекции были «Чистушки серьезные и шутливые, старинные и современные», но все они словно большая песнь о жизни, о радостях и печалях, о верности, надежде и любви. В нашем фестивале приняло участие более 60 артистов, ну а зрителей был полный зал, прозвучали разные «Чистушки» на разные темы, выступали и дети, и взрослые. Фестиваль стал финалом большого проекта «Каргопольская частушка. От рукописи к живой традиции». К этому часу все. Итоги подведем в 19 часов ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова